Профессиональный праздник. Всегда хороший повод поговорить о тех, кто предан своему делу. Наша съемочная группа заглянула в 14-е столичное почтовое отделение, чтобы узнать, как становятся почтальонами. Татьяна Артемьева работает уже 35 лет. Сказать, что эта работа не из простых, значит не сказать ничего. Цифровые технологии, конечно, ускорили процесс обработки и сортировки посылок, писем, мандеролей. Но вот доносят все это по-прежнему по адресам почтальоны. Татьяна Кузьминична работает с удовольствием. Хорошее настроение – это почти полдела. Не думала идти. Дети маленькие были. Думала, садик не было тогда. Время такое было. Ну вот, когда сыну младшим было полтора года, вот пришла сюда работать почтальоном. До этого, конечно, у меня брат на армии работал. Но не почтальон, он там в деревне Ятонского района. Дочка Татьяны, Анна, пошла по стопам мамы. Сначала просто помогала раскладывать газеты по шкафчикам, а потом заинтересовалась профессией. Я начинала с главпочтам. Пришла туда оператором. Сюда потом мне предложили как заместителем стать уже попробовать. Ну, уже как я два года здесь заместителем отделения. Ну, получилось, что я с мамой в одном коллективе работаю. Мама у меня в подчинении. Конечно, со временем функционал почтальонов изменился. Кроме газет, писем и посылок, они приносят пенсии, счета за услуги ЖКХ. По заказу товара первой необходимости. А вот что осталось прежним, так это беседы с жителями. Надо же обсудить последние новости. Наша почтальонка Татьяна, она очень добросовестная, очень вежливая, очень хорошая женщина. Всегда с нами здоровается, разговаривает. Никогда мимо не проходит. То, что нужно, всегда она приносит вовремя. Это и есть та преемственность поколений, которая позволяет не терять накопленный опыт. Мария Федорова, Юрий Марков, Республика.